шестой передачи великолепное ускорение нет вообще никаких вопросов и тормоз передний просто песня просто просто песня и звук двигателя ну я не знаю не знаю просто нахвалиться не могу часть число как говорится нет слов душат слезы не слегка услуги душат слезы блин и травочка а вот он вот видите когда я прибавляю вот он как показывает оборот это блин какой идиотизм джентльмены это уже как называется это авангардизм какой-то вот чем дело вот эти вот светотени видите коричневого цвета видно вам не видно да вот они показывают обороты но это же блин идиотизм ну зачем это делать это то есть у меня сейчас 4 не 5 пять с половиной оборот тысяч до он на всех оборотах рвет блин как как сумасшедший а со скольки он их начинает очень 4000 наш просто супер 4000 оборотов просто супер вот а если я так доведу до 2 вот 2 2 2 у 2 чуть чуть хуже но потом он где-то там до 3 там где до 4 добирает и в общем потом уже начинает лететь ну супер в общем можно сказать что на всех оборотах он на на всех оборотах он ускоряется великолепно но но тахометр это просто труба авангардизм говорю я вам а квикшифтер о о хорошо о хорошо как все как все хорошо ты зачем такие мотоциклы делаются для чего и делают такие мотоциклы да то есть тормозами изменений нет тормоза по-прежнему хорошие если еще и не лучше вот я сейчас уж не припомню помню что были хорошие они на раз помню что они не сильно там хватали как бы как мой монстр а эти так хорошо причем вот ну лучше мне нравится лучше чем у меня на дукате лучше потому что мои просто сразу чуть-чуть дотрагиваешься и сразу блин все встает вот а здесь есть какой-то небольшой ход ну совсем небольшой и очень так плавненько ими очень легко управлять останавливать мотоцикл слегка выжимать перед тем как но для того чтобы загрузить переднюю вилку вот ну просто просто песня какая-то тормоза тормоза двигателю не уступают как раз вот такие тормоза должны быть у такого двигателя вот просто великолепно подвесочка жестковато слегка между прочим сиденье очень комфортабельная я пока не жалуюсь на него ездил я недолго но мне кажется что сиденье сиденье неплохое не знаю на первый взгляд мне кажется я бы ничего менять не стал сиденьем вот но это не тот мотоцикл к на котором вы будете ездить далеко ветрозащиты нет на вот подвесочка жестковато будете слегка уставать что там и говорить но вот ох как на нем хорошо повороты заходить я просто джентльмены просто как говорится обалдею от него вот но я боюсь за резину до резина у нас как бы но совсем новая на и сегодня ночью был мороз поэтому я как-то опасались вообще может быть кое-где скользко по городу на нем будет просто просто какая-то песня я не знаю тут наверное и разговаривать об этом не надо он как бы само собой разумеется вот я на третьей передачке 15 миль и никаких вопросов никаких дерганий ничего нет ни на какую передачу не дергается все просто идет гладко все идет очень хорошо просто все ну великолепно просто великолепный двигатель но вообще вообще ничего не могу плохого про двигатель сказать вообще ничего плохого да ну и править начинали говорить ну вот здесь вот это все так довольно простенько да ничего тут такого особенно все простенько вот а панель конечно да панель такая симпатичная симпатичная и вот это все обрамление и этих фар которые мне не очень нравится мне нравятся круглые фары вот но здесь в данном случае но вот с этой позиции все выглядит довольно таки неплохо вот на третьей передачке мы сейчас попробуем тут тронуться я ну на 3 все таки не надо трогаться не очень комфортно надо все таки тут осторожно трогаться на 3 поэтому смысла большого нет надо все таки на 2 трогаться наверное вот а ехать ехать на на 3 прекрасно прекрасно посмотреть сколько у меня там две там две две с половиной тысячи оборотов ничего не ревет а двигатель так приятно урчит звук у него конечно но просто 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 супер просто супер не знаю будет ли он гореть думаю что он не будет греть на сегодня я это вам сказать точно не смогу вот но раньше у меня не было проблем никаких когда я ездил на triumph ничего там никогда не грела 3 цилиндр двигателя не должность в принципе вот но сегодня дубак такой руки стынут невозможно вот так что я ничего не почувствую тут он греет он или не греет или еще чего там с ним есть но со второй уже получше трогаться а звук то какой на 2 джентльмены вот только из-за звука на 2 хочется ехать только из-за звука так а сравнить съесть и на 3 передачки да ну на 3 тоже хорошо но на 2 так вообще какая-то ракета блин какой-то внеземной корабль блин супер просто да и вот я собирался свое время купить вот эту модель р потому что но на трек мне не нужно мне нужно было нужно был мотоцикл как бы по городу вокруг там чтобы средние обороты вот но теперь пошел слух точно этого никто не знает до травм никого нет ничего не говорит никто еще точно не знает все большой секрет вот так обычно слухи всякие ходит вот и все вот и слух я что модель р вот эту будут прекращать производить что останется вот этот вот зверь на котором мы сейчас едем вот этот новый арыс который блин конечно хорошим это цикла чего говорит нам блин зараза дорогой вот как тетралочка находится посмотрите баку какие эти выпуклые буквы я всегда люблю выпуклый букву на этих на на баке мотоцикла это мое общее любимое занятие гладить рукой вот у нас 20 цветовых решения доступны здесь вот к сожалению я бы лично предпочел вы знаете что было был цвет черный золотом вот этот мне нравится цвет блин как мне нравится черный золотом это просто супер но нету нету почему-то не не знаю наверное надо мне пойти к ним дизайнером предложить им это решение и получить кучу денег а получить кучу денег и купить себе новый телефон замен того который я блин сегодня в хламу хайдакал блин какая жалость ну ладно я не буду портить вам настроение вы не думайте об этом не о моем телефоне не расстраивайтесь думаете про мотоцикл если хотите можете прислать мне на кошелек там 10 20 рублей если много людей пришлет то глядишь я и куплю себе новый телефон а так будем на связи по ютюбу джентльмены о хорошо я даже забыл что холодно блин у меня даже настроение повысилось это же про этот телефон забыл блин какой блин аппарат какой аппарат джентльмены надо просто ну и причем он такой легкий вот кстати говоря вот девушки смотрят да теперь иногда тоже как это называется очень рекомендую такой мотоцикл вам понравится им управлять очень 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 легко и летать на нем можно он не не отстанет ни от кого вообще не от кого это конечно мотоцикл девушкам просто будет идеально просто идеально и хорошо смотрится я вообще не любитель никогда был трамп из этих фар а последнее время тоже как-то блин вкусы стали меняться но мы сейчас вот где-нибудь остановимся посмотрим поговорим об этом про этот внешний вид там все вот но очень мне нравится мотоцикл очень очень вот незаметно сам для себя встал на третью передачку это самая комфортная передачка для города для нашего города да я имею ввиду для такого города потому что там города разные бывают там знаете есть москва есть там саратов как говорится у всех там свои особенности вот но если у вас вот такая же дорога дорожная обстановка где нужно так принципе не без фанатизма том то вот на третьей передачке он очень хорошо и и дергается и не глокнет и ускоряется и все что надо там у него есть на третьей передачке по городу а там уже на этой самой на автостраде там можете на шестую вставать мы сейчас проехали на 6 прекрасные ускорения прекраснейшие в общем а можно и на 5 ехать то есть можно на какой угодно ехать вы знаете вот здесь везде везде на всех на всех этих самых оборотах на всех передачах блин чуть еще место где встать на всех передачах на всех оборотах везде он прекрасно прекрасно идет прекрасно ускоряется он давайте сюда заедем и посмотрим на него снаружи подножечку не очень удобно доставать потому что она расположена за это я все время зацепляюсь за нее вот она мешает мне эта подножка да ладно джентльмены этом это панорама а это triumph street triple rs 2020 года долгожданная самая последняя модель street triple вот ну что как обычно давайте посмотрим на него двигатель 765 кубических сантиметров трехцилиндровый жидкостного охлаждения 121 лошадиная сила 90 с половиной киловатт максимальная мощность достигается 11750 оборотов в минуту то же самое было на предыдущей модели вот максимальный крутящий момент 79 ньютон метров раньше на старой модели он достигался на 11000 оборотов вот а сейчас на 9 350 то есть он достигается раньше а это как бы очень хорошо это принципе дает гладкость вот ускорение да если мы сравниваем его с ямахой то этим он принципе и 100 отставал от химахи да он так не ускорялся как ямаха в режиме эй да а сейчас он уже ну более-менее не более-менее очень и очень как бы хорошо то есть ну и тут 2 ньютон метра прибавили они немножко крутящему значит моменту тормоза тормоза брембо тормоза просто великолепные просто нет нет слов впереди два диска 310 миллиметров вот на которой просто не могу нахвалиться на эти тормоза просто какая-то песня и сзади у нас один диск 220 миллиметров тоже неплохой все нормально с ним никаких вопросов к нему нет все нормально он с ним прекрасно управлять все как бы совсем-совсем неплохо сзади у нас резина пирали суперкорсы с пивей 3 180 на 55 р 17 резина совсем новая поэтому я и так аккуратненько стараюсь на ней ездить вот и впереди 120 на 70 р 17 впереди у нас вилка шоу 41 миллиметр перевернутая регулируемая на видите можно отрегулировать но меня лично это подвеска ну-ка сказать мне кажется немножко жестковато может быть может быть что-то бы я бы для себя бы и сделал а сзади у нас стоит оллинс полностью регулируемый вот отдельно вынесенный резервуар вот ну подвеска в целом чего могу сказать как бы ругать не буду просто знаете что она слегка жестковато но может быть можно что-то так как регулируется все может быть можно слегка все как бы улучшить умягчить колесная база 1405 миллиметров то есть он чуть 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 на пять миллиметров он стал короче если правильно помню то был 1410 вес не изменился 166 килограмм а так вот изменения в дизайне ну что во первых глушитель до глушитель а вот тут эта карбоновая насадка поставлена немножко другой глушитель и звук немножко другой все как бы очень неплохо вот эта штука немножко другая зеркала слегка другие вот это вот крепление руля слегка другая панель панель мы сейчас посмотрим баком по моему баку ну если не тот же самый то по крайней мере очень похож бак очень и очень удобно держаться за него великолепно сиденье 825 миллиметров очень хорошие мягкое сиденье вот и на ощупь и когда едешь мне показалось она комфортабельным мне показалось она очень хорошим вот изменен зад да вот посмотрите как он изменен принципе ну как бы все неплохо сзади вот эта накладочка стоит у нас вот все так все так хорошо честно говоря все так очень и очень неплохо вот так он выглядит леди джентльмены я никогда не был большим фанатом этого как вам сказать дизайна триумсовского в основном из-за вот этих фар мне не честно говоря не очень нравится я бы предпочел круглые но здесь вот они все-таки слегка их все-таки улучшили на мой взгляд данном случае и вот это стало по моему немножко как бы получше хотя раньше они были такие знаете такие более вытепнуты вот эти мини бикини вот сейчас как-то не стали похуже но в целом ну как бы сказать неплохо то есть мое мнение начинает немножко как это сказать мигрировать в сторону того что мне он начинает нравится вот но он такой необычный он не тоже необычный как вам правильно сказать когда я когда смотрю на него мне кажется что он такой вот сложный посмотрите да вот это все все тут навороченное то вот это все вот как-то все это вместе так выглядит как-то все вместе дает мне впечатление что это какой-то крутой очень мотоцикл вот 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 наверное как правильно будет сказать то есть мое отношение к дизайну его улучшилось и я принципе считаю его не было выглядящим мотоциклом с красивым достаточно мотоциклом ну вот давайте включим эту фигню значит у нас новый как он называется новая панель солнце светит прямо в глаз вот вам тут видно что не видно вот давайте язык попробую сесть на него и закрыть его своим телом для вас вот ну что мне нравится мне нравится принципе но за исключением тахометра вот если я его заведу а вот посмотрите как тахометр показывает вам нравится как он показывает мне вот нет совсем не нравится совсем не нравится а сама панель принципе мне нравится вот за исключением вот этой вот этого дурацкого тахометра который тут сделан вот давайте послушаем глушитель глушитель просто великолепный звук фантастика супер давайте джентльмены вот ну давайте джентльмены посмотрим на его посадку какая у нас посадка тут с ним будет ну что джентльмены давайте посмотрим на посадку на нем вот сиденье 825 миллиметров вот так я достаю то есть нового нога у меня стоит полностью на земле хотя первое впечатление меня было что я не достаю почему-то не знаю почему а сейчас я вижу что все как бы нормально вот то есть и я думаю что высокому человеку но смотря какой он высокий сильно высокому он мне кажется не подойдет сильно высоким людям вообще проблематично мы люди небольшого роста все время думаем он блин там высоким хорошо на самом деле что касается мотоциклов им гораздо хуже они ужасно выглядят на мотоциклах им очень тяжело подобрать нормальный мотоцикл вот здесь вот сколько у меня есть спичный коробок по ноге да дальше а нога уже будет вот сюда выходить как бы поэтому тут ну может быть сюда еще сколько это вот но не трудно судить о проблемах высоких людей так для меня лично посадка но смотрите значит острый угол ног на принципе достаточно комфортно вот слегка согнутая спина то есть я бы долго наверное не проехал на нем часа 23 до может быть с остановками там можно побольше вот но это не для долгой езды в общем как бы хотя посадка вот так для недолгой езды она комфортабельная то есть да то есть управлять им хорошо бак очень хорошо между ногами сидит все его зажимать прекрасно вот и никаких вопросов с этим нет давайте попробуем развернуть его вот угол поворота руля у нас вот такой да ну не супер-супер вот но можно жить можно жить впрочем сейчас посмотрим как он будет разворачиваться разворачивается он хорошо никаких вопросов к нему нет его очень легко наклонять вот руль в принципе легко доворачивается до максимального вот до упора никаких как бы вопросов и все так все так совсем совсем неплохо вот ну вот собственно и еще жертвены посмотрим давайте проедем дальше и дадим какие-то оценки этому мотоциклу какие-то выводы по нему сделаем да вот поехали да это панель такая интересная мне она нравится и дополнительно за дополнительные деньги можно заказать сопряжение с телефоном там bluetooth там не знаю сад на этот satelite navigation как он называется по-русски то блин вылетела с головы сейчас напишу вот то есть как бы принципе тут сюда совсем совсем неплохо ну что же какие выводы по мотоциклу леди и жентльмены мотоцикл мне очень-очень нравится ну давайте разберемся вот ну во первых двигатель двигатель просто блин какая-то песня нет слов и души слезы великолепный двигатель что они делают почему они не едут вот на всех оборотах на всех приемистый приемистость великолепная просто ну просто нет нет никаких вообще как сказать никакой возможности к чему-нибудь прицепиться просто супер просто супер вот тормоза под стать двигателю великолепнейший тормоза передний тормоз очень не нравится очень нравится никаких никаких вопросов к нему нет и занята тормоз тоже великолепный что касается управляемости мы все время говорим ну как мы говорим я говорю вот потому что ну блин я считаю что ну это все основные три момента да ну может там есть еще другие моменты вот есть принципе моменты принципе как вам нравится это вообще мотоцикл как он выглядит и так далее но когда едешь на мотоцикле это двигатель тормоза и управляемость управляемость у него очень хорошая вот хотя вот угол поворота руля он мог бы быть и чуть-чуть бы еще получше хотя может быть это просто вот такое ощущение у меня что немножко ограничен но если он ограничен то немного потому что на развороте он не показывает никаких проблем то есть разворачиваться на нем неплохо и в том числе и потому что его можно хорошо очень наклонять вот то что он невысокий для людей среднего роста тоже хорошо вы всегда будете твердо стоять значит ногами на на земле а это в городе всегда прекрасно для высоких может быть это и не очень хорошо вот потому что мотоцикл сам небольшой и высоком на высокий на нем будет смотреться немножко сами понимаете вот такой перебор высокому человеку нужен большой мотоцикл например джиэс вот я понимаю назначение джиэса это для высоких людей ну или там трейсер какой-нибудь вот honda там есть эти ну да ладно это ваше дело чего покупать они мою вот и да то есть тормоза то есть двигатель тормоза и управляемость управляемость на нем великолепная очень очень хорошая то есть ну все вся так говорится триада представлена и все везде у него оценку я бы поставил просто отлично quickshifter работает просто как часы и что самое главное вниз переключает автоблибер тоже работает как часы вот таким образом вообще никаких вопросов нет к мотоциклу очень-очень мне это все понравилось на любой передачки вот на третьей передачки на низких скоростях никаких рывков никаких там дрожаний вибрации ну вибрации но есть конечно вибрации там чувствуешь там вот сейчас я чувствую немножко на баке немножко там на сиденье ну так чуть-чуть но без них то вообще было бы никуда то есть никаких излишних вибраций нет нет там ничего не на зеркалах может на подножках и есть тоже не знаю тоже как-то не обратил внимание но раз я не обратил внимание значит ничего дискомфортного собственно и нету правильно да и посадка посадка для недолгих поездок просто просто великолепная вот что мне нравится в этом мотоцикле джентльмены что мне понравилось меньше что мне понравилось меньше ну во первых мне не понравился как обычно исторический этот переключатель для поворотов он мне никогда не нравился не нравится и сейчас вот а второе это тахометр вы посмотрите на него ну как вот тут следить за этим но это уже какой-то перебор это уже какой-то авангардизм болен на вот единственное что звука звук отвлекает от тахометра и соответственно не хочется на него смотреть в общем я бы на этом мотоцикле если ездил я бы не стал бы смотреть на тахометр потому что он ну такой не информативный какой-то блин на там конечно привыкнешь то можно можно привыкнуть и ко всему как у чехова там как чехов там написал но ко всему привыкает человек и каштанка привыкла наконец городскому житью а так в остальном в остальном мотоцикл мне очень и очень понравился я для себя пожалуй рассмотрел бы такой мотоцикл но о том какой мотоцикл мне уже покупать это какой не нужно это вообще отдельный разговор это нужно долго разговаривать блин уже на третьей передачке тут трогаешь думаю что-то некомфортно все так это третья передача на на третий трогаться не надо на трогаться все-таки на второй и на 1 1 здесь очень хорошая вот какой мотоцикл покупать это как бы там другой вопрос вот а давайте-ка я дальше проеду разворачиваются хорошо водка какой мотоцикл блин заглох привычки нет еще сцеплением работает сцепление между прочим полин я его сначала похвалил а сейчас скажу вам что она немножко вроде как и туговато слегка вот да то есть ну что мотоцикл мне очень понравился очень хороший мотоцикл джентльмены леди прекрасный мотоцикл подойдет всем все у него хорошо и двигатель тормоза внешний вид тоже мне нравится может быть не всем понравится но как бы все хорошо нам на мой взгляд что еще можно сказать 8 оценка моя ему отлично вот ничего больше не могу сказать ну что же на этом я буду заканчивать этот обзор спасибо вам за просмотр желаю вам счастливого дня это была мотопанорама удачи джентльмены а мотопанорама удачи а джентльмены джентльмены на Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»